13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день. Я вначале напомню, как нас можно услышать и увидеть. Во-первых, это сайт эхокирова.ру, где есть ссылка на онлайн-аудио-видео-трансляцию. На этом же сайте нашим гостям можно задавать вопросы, чем у вас пользовалась одна из наших слушательниц, ее зовут Валентина. Я сейчас зачитаю вопрос. Он про муниципальные выборы. В Оречевском районе с предыдущих выборов ушли 5 главпоселений, двое сразу. Это понятно. Трое в 2015 году. Не слишком ли много? Как работать людям, если в бюджетах поселений денег нет ни на что? Депутаты УЗС как-то пытаются решить этот вопрос? И почему районные чиновники ни за что не отвечают? Много вопросов в одном. Вопросов много, но общий смысл их понятен, потому что об этом последние полтора года мы тоже постоянно говорим, о том, что необходимо что-то менять в системе управления территориями. И в первую очередь это касается уровня муниципального, и районов, и поселений. И могу сказать, что где-то последние полугода правительство начало работу, и с участием депутатов в том числе, по укропнению поселений с точки зрения оптимизации расходов, которые, наверное, скажем так, не впрямую связаны с решением социально-экономических задач территории. То есть это как раз вопросы, связанные с финансированием всевозможных административных затрат. То, что на самом деле у нас уровень поселения оказывается практически незащищенным с точки зрения финансов, это опять же, скажем так, результат и следствие той политики, которая была, мы читали 15 назад, когда, собственно, сама вся идея дробления на поселение, она привела к тому, что вот у нас появилось множество глав, множество поселковых дум, которые фактически, и это было изначально понятно, не имеют ни финансов, ни административных рычагов, и, по сути, по ряду ситуации просто являются крайними для того, чтобы уровень муниципальных районов делегировал ответственность за неисполнение, предположим, судебных пожарных предписаний или каких-то иных вопросов. То, что администрация района стоит в стороне, ну, это позиция неправильная. Я, честно говоря, может быть, более конкретизировать, и автору вопроса рекомендую связаться с законодательным собранием, с депутатами на предмет того, чтобы конкретизировать, в чем, собственно, район стоит в стороне, потому что, в принципе, полномочия, которая возникает у поселения, это полномочия в основной своей массе, которая передается с уровня района. Ну, хорошо, полномочия, а деньги с полномочиями передаются? По общему правилу, передача полномочий без денег, она невозможна. Поэтому, в данном случае, если какие-то есть конкретные примеры того, что полномочия были переданы, а деньги не были переданы, ну, с этими случаями надо разбираться в конкретном случае. Ну, Миш, вы же понимаете, что это сплошь и рядом происходит. Сплошь и рядом появляется ситуация недофинансирования. То есть, вот, как бы так, здесь нужно понимать, что одно дело, когда мы говорим об общем недофинансировании всех уровней бюджетов, другое дело, когда мы говорим о непрофинансированных полномочиях. То есть, если речь идет о недофинансировании, то, ну, здесь ситуация, она общая, это там тенденция, она не только на Оричевском районе, это, я думаю, не только на районном уровне, это и на областном, и на федеральном уровне. И здесь, опять же, единственный путь – это сокращение или исключение непрофильных расходов бюджетов, то есть сокращение всевозможных административных надстроек. Это экономия и та работа, которую губернатор объявил в прошлом году, о том, чтобы бороться все-таки с скрытым предпринимательством, то есть с черными и нелегалными предпринимателями с точки зрения пополнения налогами бюджетов. Михаил, вот если говорить про глав сельских поселений, уже не одна была такая история о том, что никто не хочет работать, потому что забот много, полномочий много, денег нет, зарплата мизерная, за такую зарплату никто не хочет нести такую огромную ответственность. Все правильно. Вы видите какой-то выход из этой ситуации? Я не знаю, может быть, в депутаты ОЗС разрешить баллотироваться только тем, кто поработал в поселковых думах или в районных думах? Ну, я, честно говоря, вот такой связи не вижу. То, что касается сокращения количества ситуаций, когда желающих на главу поселения нет, ну, вот это все-таки путь именно через укрупнение поселений, в последующем через укрупнение муниципальных районов, для того, чтобы все-таки сократить количество людей, задействованных в администрировании, управлении территорией, и тем самым сэкономить средства для того, чтобы можно было держать штат профессионально на более укрупненной территории. То есть несколько поселений имели бы одного нормального сити-менеджера с нормальной командой. Ну, и еще немаловажно с нормальным бюджетом. Ну, нормальный бюджет, опять же, еще раз говорю, нормальный бюджет, нужно понимать, что это проблема общая, это не проблема поселения, не проблема района. То есть, и вот здесь как раз вопрос, который может быть делегирован в том числе и поселениям, и районам, это повышение ответственности за собираемость налогов. Потому что пока что, если на уровне области эта работа ведется, на уровне поселений активность оставляет желать лучшего. А на уровне районов тоже оставляет желать лучшего. Поэтому вот если разделять ответственность не только с точки зрения того, что нам недофинансировать наши доходы, но и в том числе ввести работу по собираемости, потому что, ну, кому как ни в поселениях знать, кто у них легальный предприниматель, кто нелегальный. Ну, знают они все это дело. Хотят они работу проводить с этими предпринимателями, не хотят, это другой вопрос. И вот, собственно, от него тоже отправная точка. Потому что было множество примеров, когда мы в том числе по районам ездили, и когда разговариваешь с главами и поселений, и районов относительно той или иной проблемы, там нужно ремонтировать крышу. Ну, когда прямо с ними разговариваешь, вы уже понимаете, что на вашей территории есть много предпринимателей. Вы их знаете, те, кто работает нелегально. Да, знаем. Ведите работу с ними. Ведите работу, либо чтобы они платили налоги, либо чтобы пришли вам вот эти задачи. Да, это там может быть не совсем законный путь, но в условиях, когда боятся копнуть этих нелегальных предпринимателей, потому что они могут там прикрыть свою деятельность. Ну, это тоже вариант. То есть, я знаю несколько районов, которые по этому пути идут, когда предпринимателям, нелегалам пока что по-хорошему предлагают вот таким образом там участвовать в финансировании каких-то задач, стоящих перед районами или перед поселением. Отремонтировать крышу, благоустроить территорию, отремонтировать дорогу. Ну, предприниматели на это идут. Хорошо, давайте еще про бюджет поговорим, уж скоро мы начали. 18 августа прошло заседание правительства Кировской области, и вот как раз на нем докладывали о состоянии бюджета. Вот, например, если взять доклад Алексея Кузнецова, он говорил и о состоянии экономики, в том числе, вот, например, о сокращении оборота розницы, о сокращении продаж продуктов питания, промтоваров, объем услуг населению сократился. То есть, общая тенденция, она какая-то не очень радушная, и в 2016 году бюджет, видимо, будет секвестирован. Я думаю, что да, работа будет продолжена. А знаете ли вы, какие расходы обрежут? Или предполагаете ли вы, что это будет? Здесь, наверное, на самом деле нужно понимать все-таки ситуацию ближе к концу года, когда будут там понятны параметры того же федерального бюджета, и будут понятны те установки, которые идут в том числе от федерального бюджета. Потому что, если мы вспомним, что у нас одной из наиболее защищенных статей в бюджете этого года оказалась статья, связанная с выплатой заработной платы, согласно майским указам. И, как бы так, приходилось искать варианты сокращения, секвестирования по другим статьям. Соответственно, здесь мы тоже должны понимать, какие будут там приоритеты у федералов, потому что мы понимаем, что в Львове очень много финансово от них зависим. И уже исходя из этого, нужно будет предполагать, что мы будем сокращать. На самом деле, Кировская область ситуации находится достаточно тяжелой, потому что, когда у более богатых регионов, скажем так, жировая прослойка финансовая была более серьезная, то для них сокращения происходили менее болезненные. Для нас же, с учетом того, что такой прослойки в принципе не было, то есть любые сокращения, они достаточно тяжело сказываются, потому что мы вынуждены уже сокращать не на каких-то перспективных затратах, а мы уже вынуждены сокращать на реальных затратах, которые есть. И не случайно предположим разговор о том, что наш бюджет рассчитан из 10,5-11 месяцев, они имеют место, потому что реально денег на подобные вещи уже не хватает. Поэтому говорить конкретно, какие статьи будут сокращены, мы предполагаем, что в любом случае административные расходы будут, то есть расходы, связанные с управлением, они будут сокращены. То, о чем мы говорили, работа с уровнем местного самоуправления по укрупнению территорий, она тоже даст какие-то определенные сокращения. То есть на этом сокращать еще возможно. Что остальное? Можно сократить социальную сферу. Нельзя сокращать. С точки зрения мер социальной поддержки мы уже давно перешли на параметры актуальности, востребованности и целенаправленности. Поэтому здесь тоже вряд ли мы можем себе позволить что-либо сократить. Сокращать экономический блок тоже уже не из чего. То есть если рассчитывать, что у нас и так не так много денег было выделено на эти направления, то есть в основном это деньги, связанные с софинансированием под федеральное финансирование, то в данном случае тоже получается, что все, что мы будем сокращать, это мы, значит, недополучим средства федерального бюджета. Плюс ко всему, там, ну все-таки надо понимать, что сокращение финансирования экономического блока это в конечном итоге выбивание, как говорится, табуретки из-под себя. То есть путь по созданию собственной экономической базы, в данном случае идея создания собственной экономической базы, мы от нее будем отходить все дальше и дальше. Поэтому какие расходы обязательно попадут, я не готов сказать, но предполагаю, что, скорее всего, как и в этом году, пойдет по многим, по всем, наверное, статьям сокращения. А как Вы считаете или, может быть, знаете, готовы ли, например, там, члены правительства сократить собственную зарплату? Ну вот всегда, как бы так, вокруг этого вопроса идут разговоры. Я, честно говоря, там, считаю, что заработная плата от наших членов правительства, а там, могу сравнивать с теми территориями, где мне удалось побывать и поговорить с коллегами, могу сказать, что у нас не очень высокие заработные платы, в том числе у членов правительства, да, то есть, там, сокращать, ну, опять же, мы понимаем, что сокращать можно, там, но мы столкнемся с ситуацией, с которой мы начали разговоры, да, там, с уровнем главпоселения. А в правительстве тоже некому будет работать? Как бы так, да, да, понимать, что, там, профессионал получает достойную заработную плату. Если заработная плата его не устраивает, поверьте, эти люди с их квалификацией и опытом, они найдут себе применение и в бизнесе, и в других территориях, и они будут востребованы там. Поэтому, там, этот путь тоже не совсем правильный, и, там, ну, смею заверить, что какая-то глобальная экономия от этого пути ее не будет, да, то есть, не те это деньги, чтобы, там, не спасли Кировскую область от, там, каких-то серьезных последствий, проблем. Ну, хорошо, вот еще одна цифра про экономику, она тоже была, а, нет, ее я нашла на сайте наблюдатель.ру, наши коллеги написали, ну, аналитический материал. Общая сумма выданных кредитов за полгода снизилась на 44,5%, в реальном выражении почти на 30 миллиардов. Предприниматели, там, либо не берут кредиты, либо спешат погасить эти кредиты. Как Вы считаете, чем это грозит экономике Кировской области, вот, в ближайшей перспективе 2016 года? Ну, я думаю, что тенденция, опять же, не только Кировской области, а тенденция всей России, то есть, банковский сектор, это тот сектор, который был неким столпом российской экономики, и именно на него был направлен первый удар по санкциям против России, и я считаю, что вот в этой связи получается, что, там, удар достиг своей цели, да, то есть, банковская система расшатывается, и это сказывается и на количестве выданных кредитов, и на объеме задолженности перед банками, и на процентных ставках, в которых эти кредиты выдаются. То есть, это все, естественно, там, тенденция крайне негативная. Банки не имеют возможности давать более дешевые кредиты, банкам нужны более высокие гарантии, потому что банки ограничены сами в возможности получения кредитных средств. То есть, если раньше они могли брать кредиты на долгое время и с ними работать, выдавая кредиты различных, там, по времени, с различными гарантиями, то есть сейчас они работают в формате быстрых кредитов, и в результате они вынуждены вот идти по этому пути. С точки зрения бизнеса, понятно, что тоже ничего хорошего, то есть, это, я думаю, что закрытие большинства инвестиционных проектов, инвестиционных программ, которые, собственно, разрабатывались бизнесом. Ну и, собственно, для многих предпринимателей, которые в свое время жили на кредитные средства, это будут достаточно тяжелые времена, потому что мы понимаем, что у многих предприятий не один-два, а десятки кредитов, и они попадают в ситуацию, что сейчас работать в схеме рефинансирования, когда они могли бы взять новый кредит на погашение прошлого кредита, им будет достаточно тяжело, потому что условия и ставки, они уже абсолютно другие. Поэтому многие предприятия окажутся, как мне кажется, на грани выживания. Что касается мелкого бизнеса, ну, я думаю, что здесь серьезного влияния не произойдет, потому что мелкий бизнес, в принципе, особо не пользуется крупными кредитами, это раз. Во-вторых, применительно, предположим, Кировской области у нас достаточно широко развита программа поддержки, мелкого бизнеса на уровне правительства, которые тоже до прошлого года до конца не использовали те средства, которые выделялись. Поэтому для них есть подобная возможность заменить коммерческие кредиты на средства господдержки. Поэтому для них это может быть не столь страшно, для них, я думаю, есть более страшные другие проблемы. Это те цифры, о которых вы говорили, это снижение потребительского спроса. Это действительно серьезная тенденция, опять же, последствия экономической кризисы, последствия санкций. И я думаю, что для ряда значительного круга мелких предпринимателей это будет тоже окончательной точкой их бизнеса. Ну вот я не знаю, Михаил, можно ли назвать бабушек, которые торгуют овощами на рынке на улице Комсомольской мелкими предпринимателями, но, тем не менее, факт остается фактом. Этот рынок собирается городская администрация закрыть, сделать на его месте муниципальную парковку. 19 августа бабушки, вот как раз те самые малые предприниматели, вышли на пикет к стенам администрации города. Скажите, пожалуйста, в этом споре вы на чьей стороне? Я уже высказался по этому поводу еще пару месяцев назад, когда только разговоры об этом начались. И для начала повторю еще раз ту мысль, что на самом деле на сегодняшний момент доказать незаконность данного решения невозможно. был упущен период, когда разговор об этом рынке был, если мне не изменят память, еще в году в 2008-2009. Ну, давно, на самом деле, да, давно говорят, закроем, закроем, закроем. Как бы так, и тогда, если мне не изменяет память, как раз было принято решение, что данный рынок пока остается, да, то есть никто не говорил, что он останется навсегда. Соответственно, те, кто там был заинтересован в его сохранении, им нужно было в тот период себя проявлять. Что касается самого решения, ну, естественно, я против данного решения городской администрации, потому что я считаю, что для идеи создания муниципальной парковки у нас достаточно и верхней парковки, которая на площади, на Комсомольской. У нас есть парковка, которая каким-то странным образом перекрыта, и куда пускают по пропускам, и за деньги, это нижняя парковка с левой стороны, если лицом к вокзалу стоит. Непонятна система прохождения парковки с правой стороны, поэтому, если говорить в вопрос о размещении дополнительных, там, сколько, 150, по-моему, заявляли цифры дополнительных 150 машин, парковочных мест, то, как бы так этот вопрос можно было бы решить без вот этого рынка на Комсомольской. Плюс ко всему, надо понимать, что строительство рынка, оно все равно приведет к тому, что будет нарушена зеленая зона сквера, где сейчас располагается этот рынок. То есть, это, опять же, вопрос зеленых зон. Для примера могу сказать, что вот этим летом мне удалось побывать в Иваново, я уже писал об этом, еще раз подчеркиваю, что город, который 30 лет назад имел внешний облик, ну, наверное, похуже, чем наш город, на сегодняшний момент представляет собой и развитые, там, торговую составляющую, презентабельную составляющую, а самое главное, зеленую составляющую. То есть, город был, есть и остается зеленым, в отличие, предположим, от нашего города. И это говорит о том, что, соответственно, задачи можно решать, решать без вот этой работы, связанной с уничтожением зеленых зон, точечной застройкой и так далее. То есть, поэтому к идее создания парковки я отношусь положительно, но с точки зрения поиска возможностей их решения на тех парковочных площадках, которые есть, я за сохранение данного рынка, потому что знаю и сам иногда являюсь покупателем на этом рынке и представляю, какой поток бывает людей. Вот. Ну, мы с вами получим ситуацию, когда все эти бабушки, если мы говорим о них, они вновь появятся у нас на Комсомольской площади вдоль магазинов. То, откуда их, собственно... Ну, их оттуда будут гонять? Ну, пусть попробуют гонять. Да, то есть, в данном случае, вот на углу Карломарса и Труда тоже сколько раз гоняли, гоняли, но как бы так люди там... А они там до сих пор сидят. Они нахудятся, да. Михаил, правильно ли я вас поняла? То есть, вы считаете, что вопрос организации муниципальной парковки и ликвидации из-за нее этого рынка, это просто вопрос нежелания муниципальных властей искать какую-то иную площадку и повод... Да, да. Работать с теми возможностями, которые есть. Еще раз говорю, там мне до сих пор непонятна процедура использования той площадки, которая находится слева от вокзала. То есть, почему туда проезжают там платно, почему там находятся таксисты, почему туда проезжают по пропускам, и почему эту площадку нельзя открыть для всех? Вот там абсолютно непонятно. Нет, ну там есть определенная зона, да, которая является открытой для всех, но потом стоит шланг-бал. Ну, это вот дорога, да, к этой площадке. Да, дорога, только в дорогу. Это не сама площадка, это дорога к площадке. Да, согласна. А вот сама площадка, это раз. И второе, площадка с правой стороны, она тоже достаточно вместительная. То есть, порядка там, я думаю, что 30-40 машиномест там может быть, но там организован въезд по пропускам. Поэтому, как бы так, мне вот эти вещи абсолютно непонятно. Миша, а как Вы считаете, почему тогда ополчились конкретно на то место, где сейчас стоит вот этот небольшой рынок? Я думаю, что здесь как раз нужно вернуться к предыдущему вопросу, когда мы говорим о снижении покупательской способности, потребительского спроса. И все понимают, что в настоящий момент большое количество торговых мест идет не на пользу крупным торговым сетям и крупным торговым магазинам. То есть, соответственно, искоренение мелкого бизнеса, оно будет приводить к тому, что люди будут этот товар вынуждены покупать уже в других торговых местах. Подождите, то есть Вы реально считаете, что, например, покупатели торгового центра «Лето», условно, да, которые находятся на Комсомольской площади, не идут в лето, потому что на этом пятачке сидят бабушки? Ну, давайте так. На самом деле, ценовая разница между летом и рынком на Комсомольске, она достаточно большая. И, соответственно, в условиях снижения покупательской способности, я там как покупатель пойду и туда, и туда, и буду выбирать в том числе... Не, ну подождите, тогда еще центральный рынок надо ликвидировать, потому что он мешает торговому центру, условному торговому центру «Лето» и близлежащим. Ну, мы же с Вами понимаем, что по центральному рынку вопрос тоже до конца не решен, да, то есть что там будет, как там будет, будет ли там место для этих бабушек. Ну, мы с Вами слово «бабушки» потребляем, хотя, честно говоря, там... Ну, там не все бабушки, да, понятно. Мы понимаем, что там есть мелкий бизнес, который там занимается вполне осознанно именно бизнесом, то есть не реализация продукции произведена на своих огородах, а именно бизнесом, да? То есть, соответственно, когда мы говорим о центральном рынке, мне так кажется, что там точки не поставлены еще, да, и что там будет, и в конечном итоге будет ли это действительно рынок, где будут представлены и бабушки, и мелкие торговцы, либо же это будет что-то наподобие там достаточно крупного торгового центра, куда загонят всех, кто платежеспособен, и тем самым там исключат всех, кто не платежеспособен, я тоже не понимаю. Но тенденция такая есть. Так, Михаил, я сейчас предлагаю прерваться, потому что нам пора уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение вице-спикера УЗС Михаила Курашина. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм, программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же сидит вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Михаил, давайте немного продолжим про рынок на Комсомольской. Я вот хочу Олега Прохоренко процитировать, который пишет про эту самую ярмарку. Цитата. «Те же фигуры, та же исходная позиция, выгодная лишь посредникам-возмутителям спокойствия. Те же, в смысле, что и на центральном рынке, что и при сносе НТО. При их появлении даже самые договороспособные люди машут рукой, разворачиваются и уходят. А выход, вот он, подсказан двумя предыдущими кейсами. Убрать посредников и поговорить с людьми, активными представителями предпринимателей, напрямую. По-человечески, по-мужски, не вставая в позу, а дав альтернативный вариант. Потому что социальный взрыв никому не нужен, кроме, разумеется, посредников. Они будоражат общественное мнение, зарабатывают на этом политические бонусы, повышают свою значимость». Вот прокомментируйте это, пожалуйста. Я бы, на самом деле, не связывал к тому, о чем мы с вами говорили до рекламы. Потому что одно дело, там, реальная ситуация с востребованностью парковки и положением предпринимателя. Другое дело, когда в этот процесс вмешиваются эти политические силы, о которых говорит Олег. Действительно, у нас есть там политические силы, которые в данном случае, ну, под эгидой, наверное, поддержки, защиты бизнеса вклиниваются в эти процессы и чаще всего доводят их до некой критической точки. Мое отношение к этим политическим силам, оно, ну, скажем так, двоякое. То есть, с одной стороны, я не приемлю и не понимаю ситуации, когда конфликт нужно довести до пика, да, то есть, там, до свидячих забастовок, там, до писем президента и так далее. С другой стороны, без их участия сами-то предприниматели достаточно пассивные. Это показывает и НТО, это показывает и центральный рынок, это показывает и рынок на Комсомск. То есть, без них, их бы, условно говоря, об этой ситуации город так бы и не узнал, да, то есть, общество так бы и не узнало, и общество так бы не сформировало свое отношение к этой ситуации. То есть, посредники все-таки нужны, потому что их, по крайней мере, слышат? Они, по крайней мере, эти темы не позволяют замылить, да, там, бумажное волоките, и они эти темы выносят до общества. То есть, в данном случае, там, дополнительный общественный контроль законности действий городской администрации за счет этого обеспечивается. Потому что, ну, мы понимаем, что, если мы возьмем, там, историю более раннюю, то у нас, там, такие вопросы зачастую решались вообще кулуарно, как, например, появление, там, 14-ти, 16-ти, 17-ти этажных домов, 20-ти этажных домов, которые, там, строятся без разрешения, без согласования. Вот там не было политической силы, в результате мы получили ситуацию, когда, собственно, дом уже оказался построен напротив городской администрации, а администрация, оказывается, весь период строительства его не видела, да, вот вам другая сторона этой ситуации, да. Поэтому эти политические силы, с точки зрения именно выполнения функции донесения информации до общества и обеспечения контроля за законностью совершения всех действий, они выполняют. Другое дело, что, там, соглашусь с Олегом, они, ну, не готовы к конструктивному диалогу. Разговорить с предпринимателями, ну, конечно, это, там, это, это возможно, но что-то мне подсказывает, что никто пока к этому диалогу не готов ни администрации, ни сами предприниматели. Потому что, ну, многие предприниматели понимают, давайте говорить тоже честно, что, ну, и мы это знаем, и мы это понимаем, что многие предприниматели работают, там, полулегально, в серых схемах. Соответственно, они понимают, что для них подобный диалог будет, может стать, там, риском попасть в поле зрения чьё-либо, и поэтому они особо к этому диалогу не готовы. Они, для них интереснее делегировать это полномочия кому-либо. Вот, вот, кому-либо как раз здесь появляется. Поэтому с Олегом можно согласиться отчасти. Но, ещё раз говорю, там, к реальной ситуации конфликта между предпринимателями и, там, парковочными местами, я считаю, что это пока дело не относится. Ну, смотрите, когда городская администрация принимала решение о том, что ярмарка этому городу не очень нужна, они провели исследование, проанализировали, где кировчане покупают продукты. И вот 87% опрошенных сказали, что в супермаркете, 20% сказали на рынке. Как Вы считаете, эти цифры, они отражают в действительности? Отражают. Я считаю, что отражают. Это как раз следствие предыдущего этапа борьбы с мини-рынками, когда значительное число мини-рынков было просто уничтожено. Сейчас осталось не так много, это раз. Во-вторых, по ряду этих мини-рынков они до сих пор там находятся в полупустом состоянии. Я думаю, что все это видят и все это знают. Поэтому то, что это 20%, я считаю, что это достаточно объективный показатель. Хорошо, давайте немного еще с Вами про довыборы в УЗС поговорим. Вот два свободных места образовалось в областном ЗАГС собрании, на них претендует 9 человек. Вот скажите мне, Михаил, больше 4-х человек на место. Это высокая конкуренция? Ну, опять же, 4 человека, это в принципе 4 партии, которые у нас здесь и присутствуют в законодательном собрании, и наиболее крупные и активные на территории Кировской области. Поэтому я думаю, что здесь как раз это показатель того, что все политические партии остаются в процессе, и все они готовятся уже к выборам следующего года. Поэтому для меня показатель такой спокойный. Вот смотрите, на эти два места в УЗС от Афанасьевского района и от Найзинского района агитация там уже должна идти. До Вас доносятся отголоски этой агитации? Следите ли Вы за ней? Ну, опять же, в большей мере через публичные, через общественные средства массовой информации, ну, в частности, через интернет, где кандидаты публикуют свои отчеты по встречам, по выездам. То есть я вижу, что там отдельно депутаты, кандидаты работают. Как Вы оцениваете вообще самих кандидатов? Насколько они сильны? Ну, я считаю, что для многих из них это, опять же, тренировочная площадка для выборов следующего года, поэтому они во многом не готовы к себе, сейчас будут, они, может быть, и не готовы даже к победе, и не готовы к тому, чтобы себя реализовывать в законодательном собрании. То есть для них это предварительный этап. Поэтому говорить о том, что вот там этот кандидат сильный, а этот слабый, я бы тоже не решился, потому что понятно, что есть тяжеловесы, там, такие, как Андрей Лучинин, да? Ну, да. Вот. Вполне вероятно, что там не победив, а если победит кто-то другой, скажем, там, от нашей партии, это Алексей Мельцев, если по Нолинскому району брать, да, там, если он победит, он, может быть, там, в течение этого года раскроется абсолютно по-другому, потому что у него есть серьёзный потенциал, то есть он достаточно долгое время находится как раз в политическом процессе, и я думаю, что там его опыта вполне хватит для того, чтобы успешно стартануть уже сейчас. Что говорить, предположим, про Андрея Лучинина, ну, это действительно тяжеловес в политике, это человек, который известен в области, это человек, который, там, авторитетен в области, и не только, там, среди единороссов, но и, там, среди коллег из других партий, там, да, этот человек действительно уважаемый, но, там, чем он будет заниматься этот год, я пока, там, не готов сказать, потому что, там, ну, плохо понимаем. Миша, вот у нас осталось до конца с вами 4 минуты, это Михаил Курашин. Коротко хочу с вами поговорить ещё про внутренний туризм в завершении программы. Сегодня уехал первый инфо-тур в Котельнич. В числе участников этого инфо-тура журналисты, представители турагентств, им там покажут музей палеонтологический, Динопарк, Котельническое месторождение Пареозавров, Соколью-гора, а также музей истории крестьянства в посёлке Ленинская искра. Эти инфо-туры планируют сделать регулярными. Как вы считаете, на них будет спрос со стороны Кировчан и со стороны жителей других регионов? Скажу так, на них может быть спрос. При условии, если будет понятно, а, что действительно будут показывать, б, если это будет качественно, в, если будет понятен весь алгоритм пользования этой услугой, ну и если будет качественное обслуживание. Имеется в виду, что не только качественное доведение информации, но и качественное инфраструктуру на территории, да, то есть там общепит, гостиницы, сувенирка и так далее. То есть вот если это всё будет, то, я думаю, спрос будет. Но там первый момент, с которого надо начать, надо сделать так, чтобы об этом узнали не только в городе Кирове, не только благодаря информации, которую мы с вами сейчас доводим на радио, а как-то бы узнали за пределами Кировской области, потому что интерес к области есть. Опять же, вот в этом году побывал в Забайкальском крае, край достаточно интересный, и какие-то отдельные вещи они о Кировской области слышат. Но даже чисто географического представления о том, где это, и как туда добраться у них нет. И вот если бы, возможно, они поняли бы, как получили бы информацию о подобных турах, ну, возможно, они бы предпошли нас поездкой на Байкал. Почему бы нет? Ну вот про Байкал, кстати, российский экономист Михаил Делягин тоже на этой неделе написал колонку про внутренний туризм, и вот он пишет, очень важная причина неразвитости внутреннего туризма это отсутствие информированности. Вот все представляют себе, как съездить в Турцию, в Египет, а как съездить на Байкал. Вот реальная проблема, большая трудность. Вы с этим согласны? Я с этим согласен, как раз об этом и говорил. У Байкала есть еще одна проблема. Байкал постепенно начинает обрастать тем нехорошим сервисом, из-за которого мы свой юг кругаем. То есть вот это борожное чувство. Они настолько богат, чтобы отдыхать в России. Да, и соответственно, там дальше вопрос сервиса, вопрос качества обслуживания и вопрос инфраструктуры, он потихонечку начинает отбивать желание, в том числе ездить на Байкал у многих. Поэтому там да, нужно знать, потому что, ну вот мы с вами что знаем о Байкале? Что там очень красиво. Как туда добраться? Где там можно разместиться? Не, то, что красиво, у нас везде красиво. Да, а вот конкретно что из себя представляет туризм на Байкале, мы с вами не знаем. Понятно, что где-то что-то мы можем поискать, но опять же мы столкнемся с ситуацией, что мы можем попасть на недобросовестного туроператора, мы можем попасть на плохую гостиницу и так далее. То есть вот с этим приходится мириться. То есть если по зарубежному отдыху примерно мы можем получить рекомендации, мы можем понять, что за отель, где находится, какой уровень сервиса, по нашему туризму мы это вряд ли можем представить. Последний вопрос. Где предпочитаете отдыхать лично вы? Все зависит от цели отдыха. Если это отдых просто, вот отдых, увидеть море и покупаться в море, то за границей. Если это отдых развивающий и познавательный, то это в России. Спасибо вам за ваше особое мнение. Я напомню, что у меня в эфире сегодня был Михаил Курашин. Меня зовут Юлия Афанасьева. Я благодарю вас за эфир. Спасибо вам большое. Всего доброго и до свидания. До свидания.